Что же, Олечка, мы будем заправлять? В какой комплект постельного белья? Наши великолепные подушки и одеяло. Сегодня это постельное бельё Эдельвейс из нежнейшей микрофибры. Цветок любви. Это ещё и талисман для вашего дома. И нежнейшее, мягчайшее бельё, которое подарит вам лёгкие соны и волшебные сны. Ну что ж, дорогие мои, посмотрите. Вглядитесь, очаруйтесь. У вас есть постельное бельё, которое поднимает настроение. Вы хотите просыпаться в цветочном саду, да? Так присмотритесь в постельном белью Эдельвейс. Цветущий сад, как же приятно, как же ярко смотрится. Юля, вот расскажи, пожалуйста, как вот добиваются современные технологии таких ярких красок? Яркие такие краски возможны лишь на микрофибре. Ткань пористая, и поэтому прекрасно держит краску, и на ней возможен вот такой изысканный рисунок. Оля, сложная технология здесь использована для того, чтобы рисунок и цветок был как живой. Эдельвейс считается одним из самых нежных цветков на Земле. Такой же нежный и бархатистый, как наша микрофибра. Вообще, вы могли себе представить, что на рынке текстиля когда-то появится материал, который не уступает по своим основным свойствам натуральному материалу? Позвольте себе новаторскую ткань, она на страже вашего здоровья и красоты, вашей спальни. Красота невероятная! Вы сейчас можете окунуться, очароваться, влюбиться. Ну и, конечно, эффект 3D. Посмотрите, живые цветы. Вот позвольте себе такую красоту. Позвольте. Звонки бесплатные. Абсолютно легко сделать заказ. И помните, 2-2,5 недели к вам приедет постельное белье Эдельвейс. Вы будете наслаждаться комфортным отдыхом. Лицезреть краски, живые цветы. Ну и, конечно, наслаждаться приятностью прикосновений. А теперь посмотрите на простыню. Юля, вот ты знаешь, я выбираю постельное белье. Вы, дорогие телезрители, наверное, тоже обращайте на это внимание. Насчет швов на простыне. Раньше очень часто появлялись со швами. И сейчас встречаются. На нашей простыне нет швов? Качественное постельное белье темой отличается, что из цельного куска ткани кроится и центрального шва нет. То есть у нас цельнокроенная простыня. Это такое комфортное качество, да, я его так называю. Вообще, наши покупатели, Оля, я большой опрос проводила, отзывы о микрофибре. Не все еще знакомы с этой инновационной тканью. Но те, кто знакомы, называют ее самой уютной тканью, самым уютным материалом. А почему? Бархатистая фактура. Посмотри, ткань под рукой, как будто ты трогаешь лепесток настоящего цветка. Конечно, это и красиво, и это и приятно. А главное, это практично, потому что микрофибра очень долго служит и выдерживает до тысячи стирок. Вот это да! И так получается, что мы не только наслаждаемся яркостью красок, мы еще и ощущаем прелесть прикосновений, нежность микрофибры. У нас есть полутораспальный комплект, есть двуспальный, есть размер евро. Дорогие мои друзья, мои милые женщины, мы создаем уют в нашем доме, мы создаем его, мы создаем красоту, мы создаем настроение. Создайте настроение с комплектом постельного белья «Эдельвест». И устройте в своей жизни праздник. Олечка, я трогаю нашу микрофибру. Приятное прикосновение, безусловно. Но ты знаешь, я что ценю в постельном белье? Раньше постельное белье, вот у меня у бабушки так часто бывало, вроде бы красивое, все хорошо. Месяц-два, и оно начинает накатываться. Вот чем хороша микрофибра, за что я ее ценю, люблю и вам советую, как эксперт. Постельное белье из микрофибры всегда остается как новое, вот визуально. Нет накатышей, оно не электризуется и дарит легкий холодок летом и приятное тепло зимой. Слушай, как приятно! Вы знаете, я так радуюсь, что современные технологи придумали и способы окрашивания, и ткани разработали, которые дают нам комфортный сон. Яркость красок – это здорово, приятность прикосновения – это замечательно. Ну и, конечно же, каждую рачительную хозяйку интересует, как ухаживать. Юля, расскажи, пожалуйста, уход за микрофиброй сложный? Вот этот прекрасный принт, фантазийный цветок Эдельвейс. Цветок любви прослужит вам долго, не потеряет яркость красок, останется как новый надолго, потому что микрофибра обладает еще одним уникальным свойством. После огромного количества серок не теряет краски и не дает усадки. Невероятный нежный принт может считаться и подарком, и талисманом. То есть вы получаете для себя еще и подарок, и этот цветок считается одним из самых редких на Земле. И считается цветком вечной любви. Поэтому если вы решите, особенно к мужчинам, я сейчас обращаюсь, подарить своей девушке такой цветок, то постельное белье как нельзя лучше подойдет. Вы подарите и талисман, который говорит о вашей безграничной любви, и подарите практичную вещь. Два в одном, это очень приятно. Вы знаете, мне так приятно прикасаться, мне так эта нежность приятна, что я не могу оторваться от нее. Позвольте себе отдыхать именно на гладком постельном белье, на комфортном, на легком, на дышащем. Ну а про то, что цветы эти не завянут никогда, это прекрасно. Ну что же с уходом? Юля, расскажи, как правильно ухаживать? Стираем в стиральной машинке постельное белье при температуре 30-40 градусов, чтобы цветы наши прожили долго, до 10 лет служит качественная микрофибра. Самое главное, что хозяйкам на заметку, что постельное белье из микрофибры не требует глажки. Вы только не пересушивайте стиральной машине, и вы будете с постельным бельем Эдельвей сэкономить свои силы, потому что такие полотна не прогладить. Подожди. Постельное белье не надо гладить? Совершенно не требует глажки, микрофибра не заламывается, она остается мягкой, всегда ровно лежит на кровати, всегда красивый эстетичный вид у вашей постели. С постельным бельем Эдельвейс это возможно. Новаторство, технологии на страже вашей красивой спальни и на страже вашего здорового сна. Так что микрофибра еще и гипоаллергенный материал. Вот эти красивые цветы покрашены эко-краской, которая не вызывает аллергии. Итак, дорогие друзья, вы получаете нежнейшее постельное белье из дышащей микрофибры, две подушки 70 на 70, яркий пододеяльник, причем он яркий с двух сторон, и простыня тоже яркая будет ваша. У вас яркое постельное белье, у вас нежное постельное белье. Попробуйте Эдельвейс, вы очаруетесь, и это прекрасный вариант для первой покупки и сотрудничества с Шопеншоу. Продолжение следует...